Здорово мальчики, здорово девочки, здорово бабушки, здорово дедушки. Какой самый простой электрический генератор вы знаете и умеете делать? Ну, хотя бы вот такой, чтобы засветил, ну, вот такого крошечного маленького 3-х миллиметрового светодиодика. Давайте вспомним и подумаем. Сразу предупреждаю о механических и вот таких вот паровых машинах, которые я сделал, мы сегодня разговаривать не будем. Давайте вспомним генераторы, которые не на паровом двигателе, а на обыкновенном ручном. Пальчиками крутим, энергию вырабатываем. Так, 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 что я там слышу голос из прекрасного далека, что любой электрический двигатель это обратимая электрическая машина. И что если мы будем ее крутить, она, конечно, будет светодиодик светить. Ну, в принципе, эффект, конечно, известный. Ладно, зададим немножечко вопрос похитрее и попроще. А вот слабо, даже, ну, с помощью электромотора запустить, к примеру, ну, вот такую светодиодную лампочку. Или же вот такую филаментную лампочку. А еще лучше раскочегарить вот такую вот газоразрядную трубку. Именно вот такую, не поменьше, может быть, даже чуть-чуть побольше. Вот можете вы с помощью вот такого электромотора запустить вот такие лампочки. Вы скажете, да, конечно, сможем, можно дрель сюда прикрутить. Нет, дрель мы не рассматриваем, ручками крутить будем. Или же что-нибудь пальчиками делать, там, хлопать в ладоши или еще что-то. Знаю, знаю, что все вы, ребята и девчата, умные. И, конечно же, один маленький светодиод еще как бы вот куда ни шло там моторчиком раскручивать. Даже вот таким большим. А вот с этими лампочками уже как-то и поговорить придется посерьезней. Но помнят люди, что есть мотором вот такая вот примочка, трансформатор называется. А значит, с помощью трансформатора или повышающего преобразователя можно повысить напряжение настолько, что будут эти лампочки светиться. И мы, между прочим, с моим сыночком делали такие эксперименты. Это было все интересно. Но это мотор. Это готовая штука. А можете вы предложить что-нибудь более простое? И то, что можно изготовить своими руками. Да, и мотор, и трансформатор можно своими руками изготовить. Но не каждый может, а попроще. Вот как получить энергию для того, чтобы засветился, ну ладно, не такая лампочка, а всего лишь маленький светодиод. Знаете или нет? Да, любая электрическая машина, которую вспомнят все практически из школы, это, конечно же, много-много проводов, смотанных в рулончик. Или же электромагнитная катушка, она же соленоид. К ней нужен еще магнит. Ну, или несколько магнитов. Или неодимные магниты. И вот тут я бы хотел задать каверзный такой вопросик с заковыкой. Вот видели вы где-нибудь там, у своих друзей, знакомых, радиолюбителей, радиотехников, электронщиков и электриков, эксперимент, когда подсоединив вот сюда светодиодик, кто-то брал и ручками махал магнитом настолько сильно и интенсивно, что светодиодик вот такой вот маленький, сверхяркий, светился. У него там крошечное токопотребление. А что если задачка-то стоит немножко посильнее? Вот от такого простейшего электрогенератора, о котором все знают, о котором действительно вырабатывает ток, запустить вот такую филаментную честную лампу. Или же вот такую лампу. Или же вот такую лампу. Ну ладно, большую лампу я в кадр показывать не буду. Не влазит она в кадр. Ну или, конечно же, вот такую светодиодную. Вот я бы хотел посмотреть на того чудака, который будет вот так вот очень сильно махать магнитом, чтобы вот эта вот светодиодная лампочка засветилась. Но что это я все о грустном. Неужели нельзя сделать генератор простой, проще, чем вот такой моток проволоки и магнит, чтобы он засветил хотя бы маленький... Нет, не надо нам хотя бы маленький светодиодик. Вот такую лампу или вот такую лампу. Слабо или нет? И поверьте мне, мне не слабо. И знаете, что я вам скажу, хлопцы с хлопчихами и пловцы с пловчихами? Что даже проволока вот в таком изобилии и магниты мне не потребуется для того, чтобы зажечь вот такую вот колбу, вот такой вот лампы. Целиком лампу зажигать не будем. Любую из этих лампочек я могу зажечь очень просто, без магнитов и проводов. С помощью чего? Давайте, я не буду держать секретов. Я зажгу эти лампочки с помощью фольги. Это обыкновенная пищевая фольга. В нее мы картошечку с салом заворачиваем. И небольшого кусочка вот такого вот материала. Сейчас он называется изопинг. В моем детстве он назывался пенопласт. Я думаю, два вот таких элемента найдутся у каждого. И с их помощью я собираюсь сделать обыкновенное чудо. Зажечь вот эти лампочки. Верится вам в это или нет? Ну, смотрите дальше и мы посмотрим. То ли я обломаюсь, то ли испугаюсь, а может быть и удивлю вас. Что, девочки, мальчики, дамы и господа, делайте ставки. Получится ли у меня, как и прошлый раз, солнечной панелью из светодиодов увеличить КПД такой системы настолько, что она будет компактной, но при этом достаточно мощной для того, чтобы, может быть, заряжать сотовые телефоны, а может быть, просто освещать что-нибудь. В принципе, повар-банк такой системой можно и зарядить, ведь напряжение здесь повышать не приходится, а скорее понижать. На моем небольшом кухонном столе эта система занимает совершенно мало места. То есть, да, она не такая компактная, как динамо-мшинка или динамо-фонарик, но при этом возможности у нее куда больше. А магнитов она не содержит, да и по весу очень тяжелая. Мастерировать работу этого устройства на кухонном столе, да еще при освещении, не очень удобно. Не все видно в кадре. Но все равно давайте я покажу на кухне, а потом, конечно же, сделаю меньший масштаб, и вы увидите все воочию целиком. Смотрите, я вырабатываю электричество всего лишь с помощью пенопласта и небольшого слоя фольги, и этого электричества при небольших усилиях достаточно, чтобы горела вот эта вот лампа. Ну, одной рукой, конечно, неудобно, слипаются пластинки, а вот так вот все это горит. Вуаля, я это сделал. Ну, давайте сделаем проверочный эксперимент. Не очень удобно одному, поэтому я пригласил ассистента. Данила, начинай генерацию. Сейчас с помощью пенопласта и всего лишь вот такой простой установки, мой сын заставляет светиться вот такую лампочку. Конечно, он делает не очень частые хлопки, но при этом конструкция вся настолько проста, что в ее эффективность многое. Делаем с более мощной лампой Philips, газоразрядной. Все знают, что она загорается от очень высокого напряжения. Давай, сынок, запускай. Вспышки видно. Конечно, столь большую лампу трудно зажечь столь мизерным генератором. Но, поверьте, динамо-машина, ручная, навряд ли справится с такой задачей, чтобы начала светиться вот такая лампочка. Покажи, сынок, с чего состоит эта система. Давай ее раздвинем слегка и покажем зрителям. Ничего нет, кроме кусочек. Многие сейчас скажут, что это фейки, что в пенопластовых пластинах у меня батарейки и какой-нибудь специальный повышающий преобразователь. А может быть, я даже подключил эту лампочку к розетке, а вот такими движениями я лишь замыкаю и размыкаю контакты. Но устройства, которое питает эту лампочку, тут нет. Пробежимся по проводам. Ну и, конечно же, вы уже наверняка видели в кадре, как мой сын с помощью этих пластин вырабатывал столь опасное и столь высокое напряжение, и я не боялся за его здоровье. Да, здесь есть большое напряжение, но токи весьма и весьма малы. Но мы получили и маленькие токи, и большое напряжение, а значит, мощность здесь вполне достаточная. Даже на свету эта люминесцентная трубка лампы горит достаточно ярко. Да, не сверх ярко, не киловатт, но она горит. И что же получается? Получается то, что у меня получается. А может быть и у вас получится? Об этом мы узнаем чуточку попозже. Надеюсь, не через три года, как это было последний раз. Я подсоединил филаментную лампочку к этой самодельной установке. Как ее сделать, я уже показал, или сейчас покажу. В ролике это будет обязательно. А теперь давайте посмотрим, что будет происходить, когда я буду этими пластинами вот так вот хлопать. Давайте поближе лампочку положу, чтобы ее было хорошо видно в кадре. Вот лампочка. Никаких батареек в лампочке не спрятано, потому что в светодиодную лампочку очень легко все это дело упрятать. И давайте посмотрим. Это не какое-нибудь тусклое свечение светодиодика. Это яркие вспышки филаментной лампы. Горят все филаменты. Ну, все зависит от той чистоты, с которой я шлепаю этими пластиночками. В кухне достаточно светло, то есть это и так видно. Но при этом вспышки отчетливые, это не какое-нибудь тление. Ну и, конечно, давайте проведем такой же эксперимент с другими лампочками. Субтитры сделал DimaTorzok